Для Одинцовцев 18 марта день ответственный вдвойне. После ответа на главный вопрос, кто же будет руководить страной в ближайшие 6 лет, нужно перейти к задачам районного значения. Реконструкция центральной площади Одинцова уже началась, и продолжать ее без учета мнения жителей невозможно. Поэтому в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды 18 марта прошло голосование за объекты, которые станут ее участниками. У нас голосуют 69 субъектов Российской Федерации. И вот в тех муниципалитетах, где именно 18 марта проходит рейтинговый голосование, проживает более 70 миллионов человек. На самом деле, то, что мы видим и по оперативным данным получаем, вот рейтинговый голосование имеет огромный успех. В бюллетене, который Одинцовцы могли получить на избирательном участке, два варианта реконструкции центральной площади. Если победит первый, то на набережной Баранки появятся торговые павильоны и кафе, а сама она будет покрыта декингом, то есть деревом. Если же Одинцовцы отдадут предпочтение второму варианту, то место объектов потребительского рынка займет беседка, а вместо садового паркета используют брусчатку. С помощью телефона специальная программа считывает QR-код, чтобы не было задвоений, чтобы не было никаких фальсификаций. Соответственно, вот так вот очень просто, ручкой здесь ставятся галочки. Два варианта концепции, которые можно выбрать. Здесь же также стенд, на котором они висят в укрупненном виде, и, соответственно, архитектор, который описывает ту или иную концепцию парка. Одинцовцы сначала внимательно изучали предложенные варианты, потом, без сомнений, ставили галочки и опускали бюллетени в урну для голосования. Да, я сделала свой выбор. Какой вариант развития? Второй вариант развития. Что бы вы хотели видеть в центре города? Ой, благоустройство, беседки, чтобы можно было с внучками сходить отдохнуть. Я проголосовал за второй вариант, потому что вот деревянная брусчатка, но она, наверное, не так долговечна, потому что время идет быстро, незаметно, а все время менять, ну это же расходы, так что, наверное, все-таки камень – это лучше. Сделал свой выбор и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что независимо от того, какой вариант реконструкции победит, пожелания Одинцовцев будут учтены. По итогам все замечания, предложения, которые будут от жителей, проанализируют главный архитектор, и мы уже сформируем концепцию развития центральной площади. Я проголосовал, мне больше по душе тот вариант, первый вариант, который связан с декингом вокруг нашего пруда баранка, и современные павильоны, современные кафе. Итоги голосования за комфортную городскую среду окончательно будут подведены в среду. Еще около месяца уйдет на анализ предложений, которые поступили от жителей Одинцова. И только после этого станет окончательно понятно, как будет выглядеть центральная площадь.